здравствуйте дорогие гости и подписчики моего канала сегодня мы будем рисовать хурму гуашью и теперь уже вернемся к стандартной схеме исполнения начинаю с линейного рисунка я простраиваю композицию в целом уделяя внимание отдельным элементам ну вот мой рисунок готов я приступаю к цвету как всегда начинаю с фоновой части я буду делать имитацию деревом поэтому здесь я использую все коричневые оттенки которые имеются в моей палитре и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Закончив с фоном, я перехожу к предметной плоскости или второму плану. Здесь также будет именно дерево. Субтитры создавал DimaTorzok Далее задаем оттенок тканям. У меня будут в работе три цвета, но они не будут выбиваться из композиции, а приближенные к основным цветам. Сразу намечаем теневые моменты. Далее задаем оттенок тканям. темной тонкой линией я как бы отрываю ткань от плоскости для того чтобы они не сливались и создавался эффект что ткань лежит на поверхности далее черед мисочки я буду выполнять ее в теплом коричневом цвете или марсе сразу задаю теневые моменты также не забываю про глубину и толщину материала из которого сделана мисочка она не должна быть бумажной а а Продолжение следует... Ну вот, так-то лучше. Теперь оставим в покое фоновую часть и обратимся непосредственно к хурме. Ее будем задавать в теплых солнечных оттенках. Но при этом не забываем учитывать теневые и светлотные места. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, задав основной оттенок, цвет и насыщенность каждого плода, я приступаю к отрисовке. То есть здесь мы рисуем уже веточку. Кажется, из курса биологии это называется чашелистик, но я не могу в полной мере это утверждать. В общем, веточку зеленым оттенком. Здесь я смешиваю травяной зеленый, охру и желтый. Зеленый, охру и желтый, охру и желтый, охру и желтый. Вот теперь так называемый подмалевок у нас готов в полной мере. Сейчас мы можем заниматься уже конкретизацией и теневых моментов, и световых участков. И более реалистичным решением тех самых чашелистиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ох, чуть не потеряла край стола. Ну или первый план. Это самая темная часть работы, по идее. Но поскольку у нас падает свет так, что край стола будет достаточно светлым. Но все-таки его нужно обязательно показать. И на мой взгляд, третий план или фоновая часть и второй план или предметная плоскость получились слишком одинаково насыщенные. Поэтому я усиливаю третий план или фоновую часть. Ну что же, теперь обратимся снова к хурме. Пора задать ее теневые моменты и высветлить цветовые зоны. Пора задать ее теневые моменты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь поработаем с зеленью. Пора придать ей немножко реалистичности. И не забываем, что от нее также падает тень на сам фрукт или овощ. Честно говоря, не знаю, к чему относится хурма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее усилим тень под миской. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а теперь обратим свое внимание на первый план. Задаем объем и не забываем про свет. Остается совсем немного. В конкретизации требует хурма та, что в миске и теневые моменты на первом плане. Также опять-таки не забываем про зеленые веточки. Их тоже нужно немножечко доделать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и конечно докинем блики. Хурма глянцевая и на миске я тоже покажу край довольно-таки глянцевый, то есть самый освещенный. Теперь самое время окинуть работу оценивающим взглядом. По мне так необходимо некоторые места немного доделать. Где-то докинуть тени, где-то наоборот добавить света, бликов и немножечко объемности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если вам понравилось видео, не забывайте подписываться на мой канал и ставить пальчик вверх. Также оставляйте комментарии и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные видео. И всем пока-пока!